Продолжение следует... Путешествие по логической теории аргументации. В прошлый раз мы говорили с вами о нелояльных общих приемах, используемых в споре. Сегодня мы поговорим о нелояльных, запрещенных, некорректных аргументах, которые также встречаются в наших многочисленных дискуссиях, спорах, беседах. Так, вообще говоря, аргументы, доводы, используемые нами в споре, разделяются на две большие группы. Одни из них относятся к обсуждаемому предмету, к вопросу, к тезисам, к аргументации оппонента, собеседника. Эти аргументы называются аргументом эдрем, буквально к делу, к существу дела. С точки зрения логики только такие аргументы и могут использоваться в дискуссии. Аргументы второго рода относятся не к существу дела, направленные не на обоснование или опровержение тезиса, а используются лишь для того, чтобы одержать победу. Они носят общее наименование аргументом эдхомена, буквально к человеку. Их называют так потому, что они относятся не к теме обсуждения, а к личности нашего собеседника, к личности нашего оппонента, к его убеждениям, верованиям, его поведению. Предмет спора остается в стороне и начинается обсуждение того человека, с которым вы спорите. А спор из интеллектуального состязания, из противоборства идей и умов превращается в столкновение характеров, в борьбу страстей. С точки зрения логики, все аргументы эдхоменам некорректны и не могут использоваться в научном, добросовестном споре. И если вдруг участники дискуссии начинают использовать аргументы эдхоменам, то это значит, их интересует уже не выяснение истины, а выяснение отношений. Разновидностей аргументов эдхоменам бесконечное множество. И мы, конечно, познакомимся лишь с некоторыми, быть может, наиболее простыми из них. Первое. Аргумент к авторитету. Часто очень используется. Ссылка на высказывание или мнение каких-то великих ученых, общественных деятелей, полководцев, великих писателей и так далее. В поддержку своего тезиса или в опровержение тезиса оппонента. Такая ссылка часто кажется вполне допустимой. Почему нет? Однако, с точки зрения логики, она некорректна. Дело в том, что человек, получивший признание благодаря своей успешной деятельности в какой-то сфере, не может быть столь же авторитетен за пределами этой сферы. Поэтому его мнение, выходящее за области его профессиональных интересов, в общем, имеет не больший вес, чем мнение любого из нас. Ну, скажем, Нильс Бор, безусловно, великий физик, но как можно ссылаться на его мнение, скажем, по поводу качества женских колготок или сортов картофеля? Конечно, здесь его мнение не более ценно, чем мнение любого из нас. Кроме того, даже в той области, в которой работал великий человек, далеко не все его мнения, убеждения, высказывания были верными. И к тому же, даже если они были верными в тот период, когда он работал, мы с вами прекрасно знаем, что со временем все идеи, все теории устаревают и нуждаются в уточнениях, в коррекции и так далее. Поэтому ссылка на то, что какой-то великий человек придерживался в свое время каких-то мнений, убеждений, она сегодня требует уточнения. И уже ничего нельзя сказать об истинности этого мнения. Лишь в одном случае ссылка на авторитет имеет некоторое оправдание, когда оба оппонента признают некоторого человека, некоторую личность авторитетной для себя. И речь идет о таких вопросах, относительно которых мнение данного человека, ну, действительно имеет какой-то вес. Ну, скажем, физики обсуждают теорию самоорганизации. Ссылка на мнение, убеждения, высказывания одного из создателей этой теории, Илью Пригожина, будет вполне корректной. Или, скажем, два марксиста обсуждают какую-то социальную проблему. Ссылка на работы Маркса также будет вполне допустимой. Но в данном случае такого рода ссылки, обратите внимание, будут уже не аргументами Эд Хомином, а аргументами Эд Рэм. По существу дела. Во всех иных случаях они недопустимы. Да ладно бы еще ссылались на мнения людей, которые действительно имели собственные мнения, которые к этим убеждениям, мнениям, пришли, может быть, в результате долгих мучительных размышлений. А то ведь сейчас авторитетом для множества людей становится какой-нибудь визжащий микрофон волосатой кривляка. Или спекулянт, наживший миллионы благодаря махинациям, связям и так далее. Гадко и смешно смотреть, когда потеющий от волнения журналист, почтительно спрашивает у такого, с позволения сказать, авторитета. А в чем вы видите смысл человеческого существования? Или, а как вы оцениваете политику президента? И спрашивая вы, в ответ бормочет какую-нибудь глупость, которая благодаря средствам массовой информации завтра уже становится авторитетным мнением. Аргумент к авторитету имеет много разнообразных форм. Отпеллирует к авторитету общественного мнения. Считается общепризнанным, что то-то и то-то. Или, никто не сомневается в том, что то-то и то-то. Но ссылка на общественное мнение также некорректна. Ибо все общество может заблуждаться точно так же, как и отдельный человек. Вспомните, во времена Галилея все считали, что Земля неподвижна. Но прав-то ведь был Галилей. И, к тому же, если более внимательно присмотреться к тому, что именно считается общепризнанным мнением, то часто обнаружится, что это мнение небольшой группы людей, захватившей в свою власть средства массовой информации и распространяющей это мнение в обществе. Поэтому прочь ссылки на общее или общепризнанное мнение. Апеллирует к авторитету аудитории. Ну как же, присутствующие согласятся с тем, что... Да. К авторитету учреждения. А вот в институте мусорологии недавно было показано. Да. К авторитету мундира, должности. Но я ведь профессор. К авторитету возраста. Но я ведь постарше вас, молодой человек. Как будто к старости люди умнеют. К собственному авторитету. Ну, знаете, даже я этого не понимаю. И даже к авторитету оппонента. Ну как же так? Ведь вы сами говорили, писали, выступали и так далее. Но все эти ссылки не имеют никакого отношения к вопросу, который обсуждается. К истинности, обоснованности выдвинутого тезиса или к его опровержению. Поэтому они все должны быть отброшены. С особым нахальством, с особой наглостью данная уловка употребляется в тех случаях, когда выдумывают несуществующие авторитеты. А вы помните, как писал профессор Лапшин-Ушанский? Дело обстоит так-то и так-то. Или... А еще профессор Ретроградов показал, что... Да. Или известным великим личностям приписываются мнения и высказывания, которых они никогда не выражали. Ну, скажем, ну, вы знаете, даже Блес Паскаль полагал, что без свободного рынка нет демократии. Или еще древний китайский мудрец и философ Конфуций утверждал, что пиво полезно для человеческого организма. Какой Конфуций, какое пиво? Да. Второе. Аргумент к публике. Здесь имеется в виду обращение к присутствующим слушателям с целью привлечь их на свою сторону, чтобы оказать психологическое воздействие на оппонента. Иногда это могут быть и совершенно случайные люди. Стоите вы в коридоре, разговариваете с кем-то, завязался спор, и вдруг ваш собеседник хватает за руку пробегающего мимо человека и кричит. Постой, послушай, что он говорит. А ну-ка, повтори мне сейчас еще раз в присутствии этого человека то, что ты мне сказал. Наиболее острую и эффективную форму эта уловка прибегает в тех случаях, когда вы апеллируете к материальным интересам присутствующей публики. Если вам удастся показать, что тизис оппонента, если с ним согласиться, затронет материальные доходы или служебные положения присутствующих при споре людей, то сочувствие аудитории будет полностью на вашей стороне. И какую бы чушь вы ни говорили, какие бы глупости ни высказывали, публика будет с восторгом вам рукоплескать. А ваш оппонент, да будет он хоть сам Цицерон, будет освистан, за его забросают тухлыми бананами. Артур Шопенгауэр назвал эту уловку «рубить дерево под корень». Ну, действительно, люди сразу же бросают теоретизировать, как только чувствуют угрозу своему кошельку. Попробуйте, скажем, среди студентов защищать тизис о том, что все молодые люди должны служить в армии. Или там на собрании каких-нибудь бизнесменов защищать тизис о том, что необходимо повышать налоги на прибыль. Съедят. Третье. Аргумент к силе или к палке. Угроза неприятными последствиями и, в частности, угроза прямого физического насилия. Ну, у человека физически крепкого или тем более вооруженного всегда великое искушение прибегнуть к этим средствам в споре с интеллектуально превосходящим его оппонентом. Кстати, очень часто применяется и применялось. Вы можете вспомнить, возможно, вам в детстве говорили что-нибудь такое, типа, ешь кашку, а то сейчас как дам под затыльник. Это же вот аргумент к силе. Да, так вот, великое искушение прибегнуть к этим средствам. Нужно обладать немалым душевным благородством, чтобы воздержаться от этого. Но вам будет легче, если вы поймете одну простую вещь. Согласие, вызванное под угрозой насилия, ничего не стоит и ни к чему не обязывает согласившегося. Ведь вы его не убедили, он по-прежнему считает, что он прав, а не вы. И как только опасность миновала, как только угроза исчезла, он начнет опять вам противоречить или поступать так, как он считает правильным. Поэтому воздержитесь. Четвертое. Аргумент к городовому. Апелляция к власти учреждения или государственных органов. Ну, это в сущности тот же самый аргумент к силе, но не к собственной силе, а к силе некоторой внешней, силе власти. Я доложу начальнику о твоих разговорах, говорит вам оппонент, и тем самым угрожает вам расправой со стороны учреждения или фирмы. Пятое. Аргумент к жалости. Возбуждение в оппоненте жалости и сочувствия в надежде на то, что под влиянием этих чувств он смягчится и не будет доводить дело до победного конца. Я порой сталкиваюсь с использованием этого аргумента на экзаменах. Когда плохо подготовленный студент, сознавая, что по завершении нашей беседы его ждет неудовлетворительная оценка, начинает рассказывать мне о том, как плохо ему живется, что и денег не хватает, и болеет часто, и девушки его не любят, да, и стипендия маленькая, ну и так далее, и так далее. Я ему, конечно, сочувствую и почти всегда подарюсь на эту нехитрую уловку. Но согласитесь, что ведь его бедствия не имеют никакого отношения к оценке его знаний. И это аргумент, конечно, эти рассказы некорректны, не имеют отношения к делу. Следует заметить, что этот аргумент бессознательно используется многими людьми, усвоившими себе манеру постояться, жаловаться окружающим на жизнь, на болезни, неудачи, недостаток средств, на пьяницу мужа или злодейку тещу. Вы, наверное, встречали таких людей с вечно постными физиономиями, с плаксивым взглядом, требующим сочувствия. Я их не люблю. Пользуясь нашим естественным добродушием, толкающим нас к тому, чтобы помочь тому, кому хуже, эти люди часто весьма успешно обделывают свои делишки и, может быть, в душе подсмеиваются над нашей простотой. В последние годы развелось много нищенствующих. Когда-то старушки и увечные собирались на церковной паперце, прося копеечку на хлеб. Сейчас прилично одетые, здоровые и часто молодые люди толкутся на улицах возле гостиниц, ходят в вагонах метро или в пригородных электричках, нагло требуя помощи, вешают на грудь плакаты «Мы беженцы», «Я неизлечимо болен», умирают от голода дети, ну и так далее. У входа в метро, недалеко от дома, где я живу, вот уже два года стоит какая-то беременная девушка, просит под будущего ребенка. Да, жить, конечно, стало труднее и голоднее. Однако вот это обилие нищенствующих, как мне кажется, дурно влияет на нас, калечит нас духовно. Ведь каждому не подашь, приходится проходить мимо. И постепенно привыкаешь проходить мимо. Перестаешь замечать реальные людские страдания и бедствия. Становишься груб и черст. Поэтому я не люблю нищенствующих. Шестое. Аргумент к тщеславию. Расточение неумеренных похвал оппоненту с целью смягчить его, укротить его полемический задор, либо с целью подсластить ему пилюлю поражения. Ну, вы же умный, опытный, знающий человек. Или у вас, я знаю, достанет ума и благородства, согласиться с тем, что... Ну и так далее. Используется часто. Причем иногда применение этой уловки извинительно. Когда вы беседуете с чрезмерно мнительным или самолюбивым человеком. С некоторыми людьми просто невозможно разговаривать, не расточая постоянно им какие-то комплименты, с целью избавить их от комплексов, которые мешают им рассуждать спокойно. Ну, в разговорах с такими... с такого рода людьми применение данной уловки, по-видимому, извинительно. Хотя, может быть, не с точки зрения логики, но с точки зрения, по крайней мере, этики. Седьмое. Аргумент к невежеству. Использование в полемике таких фактов, положений, о которых ваш противник заведомо ничего не знает. Ссылка на какие-то произведения, которых он заведомо не читал. Что-то типа... Ну, как писал Платон в своем диалоге Тимей. Или в записных книжках Леонардо да Винчи сказано, что... и так далее. Ну, все мы с вами порой попадаем в ситуацию, когда собеседник нам что-то говорит, а мы согласно киваем головой, хотя ничего не понимаем из того, что он нам говорит. Многие люди, в особенно молодые, самолюбивые, как-то стесняются признать, что чего-то не знают, чего-то не читали. Им кажется, что признание в этом как-то уронит их достоинство. С такими людьми аргумент к невежеству проходит безотказно. Да еще, если он подается таким образом, как будто все должны знать, о чем идет речь. Ну, вы, разумеется, помните то место у Флабера, где он говорит. Или, ну, конечно, всем известно, что в кумранских рукописях сказано буквально следующее. Вы, скажем, мадам Бавари, Флаберовскую, читали сто лет назад, и уже, вообще говоря, забыли, о чем там идет речь. Но неудобно признаться, киваете. Все, вы даете возможность вашему собеседнику говорить любую болтовню, любую глупость. А не надо стесняться, не надо стыдиться сказать, да не читал я этих кумранских рукописей. И тогда, если это уловка, и ваш оппонент сам не читал, и просто недобросовестно хочет ввести вас в заблуждение, то эта уловка обратится против него. Ну, скажем, он ссылается на записные книжки Леонардо. Вы их не читали, и говорите, да, к сожалению, не читал. А ты где их читал? Они что, уже изданы у нас? А о чем там еще говорится? Ведь это же интересно, это же Леонардо. И если оппонент сам об этом ничего не знает, то тут же его уловка будет разоблачена. Ну, конечно, если ты вообще ничего не знаешь, то не лезь в споры. А если ты в чем-то разбираешься не хуже других, то ничего постыдного нет, признаться, когда ты признаешься в том, что чего ты не знаешь, чего ты не читал, и так далее. Главное, чтобы ты знал свое, то, что ты действительно знаешь. Конечно, встречаются всезнайки типа людей, помните, была передача «Что, где, когда». Но упаси нас Бог от этого плоского всезнайства. Восьмое. Дамский аргумент. Ну, не волнуйтесь, милые дамы, мужчины используют этот аргумент не реже, чем вы. Просто в устах женщины этот аргумент приобретает особый блеск. Суть аргумента состоит в следующем. По многим обсуждаемым нами вопросам, возможно, не два мнения, не два решения, да, нет, так, не так, а целый спектр различных решений. Ну, скажем, возникает вопрос, полезно ли бегать для здоровья? Тут, наряду с ответами, да, полезно или нет, бесполезно, возможно, и другие ответы. Да, полезно, но смотря где, если есть чистый воздух, там, бесполезно, ну, если тебе 90 лет. Полезно, но, опять-таки, в какое время, по утрам или вечерам, ну, и так далее, и так далее. Возможен целый спектр различных мнений. Так вот, в споре с оппонентом, который не согласен с вашим тезисом, с вашим мнением, можно противопоставить ему самое крайнее мнение убеждений из этого диапазона, как правило, нелепое, абсурдное. И когда он с негодованием отвергнет это крайнее мнение, приписать ему согласие с вашей позицией. Ну, может быть, эту уловку легче понять на примерах. Ну, скажем, вы говорите кому-то, напрасно вы ругаете ваших учеников. Что же я, молиться на них должна, что ли? Вот вам, пожалуйста, ну, почему либо ругать, либо молиться? Возможно, ведь и другие отношения. Ну, конечно, не придумаешь лучше того, что придумывает сама жизнь. Ну, вот пример. Заспорили как-то муж с женой. И в пылу спора муж неосторожно сказал жене, «Ты не права, дорогая». И, дорогая ему ответила, «По-твоему, я говорю неправду? Выходит, я обманываю? Значит, я вру? Брешу, так сказать! Значит, я собака? Мама, он меня обозвал!» Ну, вот теперь вы понимаете, почему этот аргумент называют дамским. Девятое. Нелепые доводы. Бессвязная чушь, высказываемая с умным видом, для того, чтобы огорошить оппонента, привести его в отупение, в столбняк. Прекрасный образец использования этого приема опять-таки дает Франсуа Рабле в своем романе. Он описывает там, в частности, тяжбу между двумя вельможами. Один из которых по имени «Пей вино» так отвечает своему оппоненту. «Милостивый государь и милостивые государыни, если бы неправду можно было бы так же легко различить и вынести о ней суждение категорическое, как легко заметить в молоке мух, то мир четыре быка не был бы в такой степени изъеден крысами, как в наше время, и всякий приложил бы свое коварнейшим образом обглоданное ухо к земле. Ибо хотя все, что противная сторона говорит по поводу формы и содержания деяния, имеет оперение правды, совсем тем, милостивые государы, под горшком с розами таятся хитрость, плотовство, подвохи. «Должен ли я терпеть, чтобы в то время, когда я ем себе суп по номинальной цене, не замышляя и не говоря ничего дурного, в мой дом являлись морочить и забивать мне голову всякими соблазнительными танцами, плясами, да еще приговаривали, кто суп хлоретом запивает, тот слеп и глух, как труп бывает?» Ну, что на это можно ответить? Десятое, последнее. Аргумент к личности. Самый гадкий, конечно, но, увы, чуть ли не самый распространенный прием. Он даже имеет особое название на латинском языке «Argumentum et personam». Надеюсь, я не произвожу впечатление человека, знающего латинский язык. Предмет спора остается совсем уже в стороне и нападает на личные особенности оппонента, на черты внешности, убеждений, вкусов, на его поведение и так далее. Переходит, как говорят, на личности. «Ну, что может сказать Хромой об искусстве Герберта фон Караяна?» говорит Жванецкий в одной из своих юморесок. «Если ему с самого начала сказать, что он Хромой?» Ну, конечно, что после этого скажешь? Аргумент к личности имеет столько же разновидностей, сколько свойств и черт имеет каждый человек. Ну, прежде всего, нападает, конечно, на черты внешнего облика. С таким носом, а еще спорить лезет. Морда бы сначала ополоснул, а потом выступал здесь. Часто приводит оппонентов в смущение указанием на то, что его поведение расходится с защищаемым им тезисом. Это, конечно, не имеет отношения к делу. Тезис-то может быть истинен, верен, но люди далеко не всегда поступают в соответствии с проповедуемыми ими убеждениями. Но хуже, когда такое указание просто притягивается за уши. Ну, например, вы доказываете тезис, ну, скажем, о том, что ну, зарплата рабочего в Соединенных Штатах выше, чем зарплата рабочего у нас в России. Вместо рассмотрения ваших аргументов оппонент кричит вам, ну, что же вы сами-то до сих пор не уехали в свою Америку? Ну, при чем здесь это? Гегель в своей статье «Кто мыслит абстрактно» приводит хороший пример использования аргумента к личности. «Эй, старуха, ты торгуешь тухлыми яйцами?» говорит покупательница торговки. «Что?» – кричит та. «Мои яйца тухлые? Да сама ты, тухлая! Ты мне смеешь говорить такое про мой товар? Да не твоего ли отца вшив канавь заели? Не твоя ли мать с французами крутила? Не твоя ли бабка сдохла в богадельне? Их, целую простыню развела на платок. Знаем, небось, откуда все эти тряпки да шляпки. Если б не офицеры, не щеголять бы тебе в нарядах. Порядочные-то за своим домом следят, а таким, как ты, самое место в каталажке. Дырки в лодце на челках заштопало». Ну что, друзья, нравится вам такая манера спора? Едва ли имеет смысл продолжать далее перечисление нелояльных аргументов. Их очень много. Общий характер их уже достаточно ясен. Не разобраться в сути дела, не выяснить, на чьей стороне истина, чьё решение или предложение наиболее плодотворно и эффективно. А задеть, обидеть, оскорбить оппонента, ввести его в заблуждение. Вот для чего используются такого рода аргументы, наряду с нелояльными общими приёмами, о которых мы говорили выше. Ну, логика пытается открыть их в наших повседневных рассуждениях, описать, классифицировать их. Но удивительная человеческая изобретательность каждый день изобретает всё новые и новые такого рода приёмы и уловки. И, конечно, никакой логики за этим не угнаться. Итак, завершая, что же делать? Ну, кто виноват, приблизительно, неизвестно. А вот что делать? Извечный вопрос российского интеллигента. В частности, что делать, когда вы замечаете, что ваш оппонент использует нелояльный приём или аргумент? Конечно, противника для спора нужно выбирать почти столь же тщательно, как выбираем мы спутника жизни. Не стоит ввязываться в спор с первым встречным, рискуя нарваться на грубости и оскорбления. Но раз уж мы втянулись в спор и замечаем, что оппонент начинает использовать нелояльные, запрещённые приёмы, то что делать в таком случае? Ну, всегда хочется верить, конечно, что наш оппонент – человек порядочный и использует некорректный приём, ну, либо в силу горячности, либо просто потому, что не знает, что этот приём некорректен, этот аргумент нелоялен. Нужно обратить его внимание на то, что приведённый им аргумент не имеет отношения к сути дела, принадлежит к разряду аргументов Эдхоменом и, в общем, не может использоваться. Возможно, ваш оппонент признает, что погорячился, был неправ, возьмёт свои слова обратно и разговор, спор может быть продолжен. Ну, а если оппонент бесстыдно, раз за разом прибегает к недозволенным приёмам, к демагогии и софистике, то тогда что? Логика не даёт здесь никаких общих рекомендаций. Разные авторы советуют разные. В конце концов, здесь всё зависит от вашего воспитания и темперамента. Безусловно, нужно сохранять хладнокровие и спокойствие. Не горячиться. Возможно, софист столько того и хочет, чтобы вывести вас из равновесия, чтобы на оскорбление вы ответили оскорблением, чтобы перевести в спор, в ругань, в драку, в скандал. Поэтому постарайтесь спокойно разоблачать некорректные приёмы и аргументы. Если вашего оппонента не смущает ваше разоблачение, если вы убеждаетесь в том, что ваш противник человек бесстыдный, прекращайте спор. Нет, в таком тоне и на таком уровне я спорить не хочу. Не желаю пачкаться в грязи. Бывают, правда, ситуации, когда так просто из спора не выйдешь. И вопрос важный. И нельзя у слушателей оставить впечатление, что вы просто бежали с поля битвы. Можно ли на софизм ответить софизмом? Можно ли недобросовестную уловку отразить столь же недобросовестной уловкой, осознавая всю её недопустимость? Вот, собственно, кардинальный вопрос. Вопрос чрезвычайно сложный. Это уже не вопрос логики, теории аргументации. Это, скорее, вопрос этики. У меня нет на него ответа, который бы я мог рекомендовать. Поэтому в данном случае я выскажу мнение, но мнение это является чисто субъективным. Лучше, конечно, не опускаться до использования софизмов. Победа, одержанная отравленным оружием, не доставит вам удовольствия, и более того, будет потом ещё долгое время беспокоить вашу совесть. Но если торжество хама представляется вам опасным, если культурный уровень вашего оппонента и слушателя не таков, чтобы они могли разобраться в тонкостях корректной аргументации, – ну что ж, тогда бросайте в бой все средства. Однако, если уж вы решились пустить в бой, использовать нелояльный аргумент, софистическую уловку, то бейте на повал. Ваш аргумент, ваши уловка должны быть настолько сильными, чтобы сбить противника с ног, чтобы он был вынужден прекратить спор, покинуть поле боя, чтобы победа осталась за вами. Помните, что если вы пустили в ход софистическую уловку, а противник устоял и продолжает спорить, то спор превращается в ругань, во взаимное оскорбление и заканчивается дракой. Ну, какой-нибудь пример. Ну, допустим, ваш оппонент нападает на современных наших предпринимателей, скажем, все, где они спекулянты, жадные хапуги, ворюги, норовят нажитые нечестным путем деньги перевезти в зарубежные банки, ну, и так далее. Допустим, вы их защищаете, хотя, конечно, трудно это представить, но допустим. Да, говорите, нет, я не согласен, среди них много порядочных людей, которые делают полезное для общества дело, создают рабочие места, занимаются благотворительностью, ну, и так далее, в общем, то, что можно действительно сказать. Ваш оппонент начинает прибегать к нелояльным приемам, намекает, что, дескать, не куплены ли вы сами этими самыми богатеями, да что-то на вас костюмчик дорогой, да, заграничный, да и вообще интеллигенция всегда продавалась в буржуазии. Ну, что, плюнуть и уйти? Это было бы лучше всего. Но уйти нельзя, и победа необходима. Выпускайте отравленную стрелу, если она у вас действительно есть. Извините, дорогой, вот вы так горячо нападаете на современных буржуев, а ведь у вас у самого неплохой счет в швейцарском банке. Откуда бы это? Все, после такого удара противник едва ли устоит на ногах. Но еще лучше, дорогие друзья, вообще не спорить. Или спорить поменьше. Как говорил в свое время Бернард Шоу, никогда не спорь, стой на своем. И баста. Вы видели, на какие гадкие уловки способны люди в горячке спора. Так стоит ли спорить? Подумайте, так ли уж много в нашей жизни вещей, из-за которых стоит вступать в полемику, тратить силы, ума и души на их защиту или опровержение. Обыденная жизнь, ведь на 99% состоит из таких ничтожных пустяков, что жалко тратить на их обсуждение жар быстро остывающей души. Лучше поберечь силы на что-то более серьезное, интересное, важное. Поверьте, я сам почти никогда ни с кем не спорю. И думаю, что именно поэтому, дожив до достаточно преклонных лет, сохранил жизнерадостность и самое главное, уважение к людям. Всего вам доброго, дорогие друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!